МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Земля не может перейти в вибрации любви и мира никогда, потому что вся живая природа дика и построена на основном законе планеты, выживание сильнейшего. Суть которого заключена в том, что организм должен поедать другую жизнь, чтобы жить. Это ведение постоянной войны за еду. И никакие организмы не смогут никогда отказаться от этого, иначе они перестанут есть и умы. Жизнь основана на поглощении жизни. Да, к сожалению, такова страшная правда, которую боятся признать все мигодуховные и просветленные персоны. Человек также именно по этой причине никогда не сможет жить в мире с миром. Потому что даже вегетарианцы и веганы поглощают растения, чтобы жить. А растения чувствуют боль и страх так же, как и другие живые вещества. Станислав Дробышевский на видео говорит о том, что есть морковку не менее бессердечно, чем есть животное, что поедание морковок человеком – это геноцид морковок. Это идеологические. И у древних людей это было чаще всего что-то такое ритуальное и мистическое, а у современных людей в основе своей то же самое – ритуальное и мистическое. Но поскольку сказать, что я верю, и у меня дух сказал, и приснился, и поэтому я так делаю, это вроде как уже не современно, ну, 21 век в конце концов, то начинается такая рационализация. То есть, по сути, человек ведет себя так же, как и предок, потому что, ну, собственно, мы от предков-то не принципиально отличаемся. По большому счету, голова-то та же осталась, даже немножко меньше стала. А объяснить-то хочется. И я лично, это называется, беситься жиру. Потому что понятно, что современный человек с голоду не помрет. Ну, если это цивилизованная страна, да, не какая-нибудь там нищая, несчастная, где там проблемы со снабжением, все, а такие, к сожалению, тоже на планете есть. Ну, вот, но если это такая-нибудь там европейская, там, американская страна, и, там, более-менее с питанием все хорошо, то люди, ну, как-то вот это уже я ел, это ел. И начинаются поиски высокого смысла. А вот, может быть, я вот не буду есть это, потому что... Ну, вот раньше, потому что клан такой, да, и дух приказал. А теперь, потому что это, там, неэтично. Почему неэтично есть свиней, а этично есть морковку, вот для меня, как биолога, вообще ни разу не очевидно. Ну, геноцид морковок я лично осуждаю очень строго. Ну, вот, морковка тоже живое существо. А еще ладно морковку у нее, допустим, это... Хотя тоже, ну, это подло просто по отношению к морковке. Что такое морковка? Это двухлетник, да, который целый год запасает питательные вещества в этом своем корнеплоде, чтобы потом дать цветонос, дать следующее поколение, детишек нарожать. Вот. И вот оно год хранит, значит, запасает. Тут приходит мужик, вырывает, а хрум-хрум сожрал. Ну, елки-палки, да. То есть морковка надеялась и прям хотела вырастить потомство. И тут такой облом. Вот. А если это хлеб, да, это же вообще зерна. Это детишки-то сами, это вообще, вот, прям поедание детишек. Ну, как так можно вообще? Вот. Поэтому в таком морально-этическом плане, ну, поедание любой органики, оно равноценное. И да, мы всеядные существа, мы едим всех подряд. И это наше свойство, это вот наше такое бытие, начиная там с мезозоя, наверное. Поэтому современные люди могут на это навешивать. Ну, вот у свиней есть нервная система, да, у морковки нет нервной системы. Вот. Но дальше это можно там входить до чего угодно, давайте, да. Ну, здесь есть клетка, а здесь нет клетки. А здесь есть ядро в клетке, а тут нет ядра в клетке. Ну, это все как бы такие рамки. Поэтому, по большому счету, это проявление все того же самого мистического первобытного мышления. Ну, в принципе, на том стоим. То есть, если предки на этом деле так или иначе построили цивилизацию, может быть, вегетарианцы построят свою новую цивилизацию. Успехов им! Посмотрим, какая она получится. Вегетарианцы, кстати говоря, попытка-то была. Были такие парантропы-вегетарианцы, массивные астралопитеки, но их нет больше с нами. Серьезно, на Земле жить в мире и любви с миром невозможно по законам самой же Земли. То, что это наивная иллюзия не понимают лишь очень простодушные и малодумающие люди. Само собой, именно они верят в телепатические сообщения с клиенткой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...